В эфире теледоктор и мы Елена Толстая и Сергей Обложко. Утренняя скованность кистей рук – один и более припухший сустав, ноющая боль. Это ранние признаки проявления ревматоидного артрита, аутоиммунного заболевания. Кто-то не обращает внимания на эти проявления, а кто-то просто не знает, к какому специалисту вообще можно обратиться за помощью. Так вот, почему так важно диагностировать болезнь на ранних стадиях и как её остановить? Поговорим об этом сегодня с гостями в нашей студии. Ревматологом Дарьей Кусевич и кистевым реабилитологом Викторией Тимофеевой. Здравствуйте! Здравствуйте! А вы знаете, я вот сейчас пока проговаривала для телезрителей текст, подумала о том, что вообще ревматоидный артрит – это какое-то понятие, наверное, для тех, кому за 70. Ну, может быть, я ошибаюсь? Кажется, что если вот пока ты молодой, тебе вроде бы как это не грозит. Так ли это на самом деле? Это один из распространённых мифов о том, что артрит – это заболевание пожилых людей, старше 60 лет, да, если мы берём классификацию ВОЗ и позже. Но на самом деле дебют ревматоидных заболеваний, ревматических и ревматоидного артрита – это в среднем 4-5 декады жизни, 40-50 лет. Именно тогда появляются первые признаки. Это может быть скованность. Какие, да? Вот я не знаю, пальцы заломило. Признак нет? Ещё нет. Ага. Но если есть утренняя скованность, если нужно размяться, есть жёсткость в суставах, если трудно сжать кисть в кулак, у мужчин есть рукопожатие и боль испытываемая при рукопожатии, это может говорить о том, что идёт воспалительный процесс в мелких суставах кисти. И здесь уже нужно заподозрить, может быть, это действительно системное воспалительное заболевание, такое, как ревматоидный артрит. Вот мы в повседневной жизни сейчас очень много пользуемся смартфонами. И, знаете, оппозиция большого пальца, она прям смещается. У некоторых рука уже похожа на селфи-палку, знаете, уже становится, что всё надо удержать, ещё там что-то нажимать. Вот это опасная нагрузка на мелкие суставы? Тут, наверное, уже скажу я, это действительно опасная нагрузка на сустав, потому что страдает запясно-пясный сустав первого пальца. Запясно-пясный сустав располагается между пясной костью и трапециевидной косточкой. И, конечно же, когда нагружается первый палец, это смартфон, это различные игры, то, конечно, боль будет присутствовать. Но это ещё не ревматоидный артрит, это как раз-таки артроз. А есть ещё любители садоводства и держать... Тоже опасная история, да? Держать какие-то предметы, долго там копать, обрабатывать что-то. Это действительно тоже достаточно большая нагрузка. А я правильно понимаю, что врачу, в общем-то, достаточно взглянуть, например, на руки для того, чтобы поставить диагноз? Либо необходимо сделать там МРТ? Мы оцениваем всё вместе. Часто пациенты пишут, спрашивают, какой мне дать анализ, чтобы сразу понять, чем я болею, почему болит тот или иной сустав. Могут действительно в поздней стадии выглядеть очень характерны кисти, характерны деформации при ревматоидном артрите. Есть деформации по типу бутоньерки и шеи лебедя. Это искривления, которые чаще всего встречаются именно при ревматоидном артрите и формировании ревматоидной кисти. Есть ульнарная девиация, когда пальцы уходят вбок, в сторону мизинца. Как бы кисть немножечко так становится углом, и они могут ещё уходить в подвывих, и поэтому ещё и разгибание пальцев будет страдать тоже. И это очень характерные признаки действительно для длительного процесса и неконтролируемого ревматоидного артрита. Но сейчас есть терапия, которая позволяет поддерживать самочувствие, состояние наших пациентов и в ремиссии, и в низкой активности. И часто мы уже не видим таких характерных изменений. Профилактика существует действительно как эффективная мера? Мы будем говорить о первичной профилактике и вторичной профилактике, я так понимаю. Первичная – это когда ещё нет диагноза, но мы понимаем, что есть какие-то факторы риска. Генетический тест сдали, в конце концов, увидели предисположенность. К сожалению, такого нет. Мы бы очень хотели, но именно при ревматоидном артрите какой-то характерной генетической предрасположенности, которая говорила бы о том, что у этого пациента разовьётся ревматоидный артрит, или высокая вероятность. К сожалению, пока такого у нас анализа нет. Гимнастика, может, какая-то существует? Конечно, существует. Есть протокол МАИСАРА, который используется сейчас во всём мире, но если мы всё-таки говорим про пациентов с ревматоидным артритом, то всё равно, когда они приходят на приём к кистевому реабилитологу, мы подбираем упражнения индивидуально, потому что все мы разные. Соответственно, наша задача – это максимально точно подобрать для каждого человека свой комплекс упражнений. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, что-то такое. Не совсем. Насколько это сложно? Вот мы с Сергеем сможем повторить? Да, конечно. Вообще неподготовленное. Мы сейчас все повторим. Давайте возьмём один пальчик, чтобы попробовать. Что делаем? Полностью блокируем максимальный межфаланговый сустав. Закреплен. И сделаем медленное движение. Сгибаем. Мать моя. И разгибаем. Медленно. И полностью согнуть, и разогнуть. То есть основная ошибка, которую допускают пациенты, они это делают довольно-таки быстро. Быстро, и, как видите, недоразгибают палец. Вроде бы простое упражнение. Плохо фиксируют. И это тоже. Что нам это даст? Вот я делаю, например, вот правильно. По утрам часто у пациентов скованность. Скованность и болевые ощущения. Благодаря гимнастике скованность в пальцах кисти, она будет уходить. Уходит. Да. То есть это то упражнение, которое подойдёт на самом деле абсолютно всем. Со всеми пальцами надо это упражнение упразить? Вот мы сделали пару раз в дистальном межфаланговом суставе. Пару раз. Ну, до пяти, десяти раз. До пяти. Дальше в максимальном межфаланговом суставе. И лучше заворачивать, смотрите, пальчик крючком именно. И максимально разогнуть. То есть он может прямо согнуться, а может именно крючком. Да. Получается? Да я вообще удивлён, что это всё так движется. Удивлён, что пока ещё у тебя двигается. Я ещё понял, что должна быть скорее йога, а не дискотека, да? То есть надо как-то медленно прямо, да? Это нужно делать медленно. И для пациентов с ревматойным артритом важный момент – это то, что выполняется медленно и короткими сессиями. То есть комплекс упражнений не должен занимать больше 10-15 минут. То есть целый час разрабатывать пальцы не нужно. Это, наоборот, может вызвать боль. Мне прям нравится. Что ещё? Достаточно вот этих 10-15 минут в день? Лучше повторять это через каждые 2-3 часа. Естественно, зависит от того, в каком статусе сейчас находится пациент. А вот самое эффективное упражнение, на ваш взгляд, какое? Можете показать? Самое эффективное как раз таки – это, помимо вот сгибания-разгибания, это укрепление первой межкостной мышцы, что надо будет делать. Да, вот часто здесь боли бывают, люди жалуются. Да, и как раз таки, если у кого-то болит первый палец, здорово разрабатывать не только мышцы тенора, которые находятся здесь, но и вот эту маленькую мышцу. Есть название этого упражнения? Первое межкостное. Упражнение. Есть название? Подъём первой межкостной мышцы, подъём второго пальчика. Все, зафиксировали. Каким образом оно выполняется? Смотрите, ручку ставим так, второй пальчик надо чуть-чуть согнуть, и поднять наверх. Это сложно, кстати. Да, это не так-то просто, как, значит, ругаться бы в эфире. Собачка делает глазами. И вот этот палец тоже должен быть прижат. Серёжа, первые признаки. Самое главное – не до конца согнуть, как вы пальчик согнули, а вот так вот. А, сильно, не сильно. Да, не сильно. И поднимать просто первое. Это аэробика для пальцев. А ещё есть упражнения? Первое зафиксировали, это второе, третье. Третье. Идеальная картина. Третье – это комплекс для скольжения сухожилий. Тоже выполняется для общей мобилизации. Это и есть самая уточка? Похожая уточка. Там такое будет упражнение. Так вот, что это? Давайте вместе. Это открытая ладонь. Уточка. И на самом деле пациентам с ревматоидным артритом, если выражена деформация пясно-фаланговых суставов, это упражнение надо делать меньше. Ну, то есть, чуть-чуть согнуть. Следующий момент – это сгибание прямой кулак. Вот так. Следующая открытая ладошка. Кулак. А если я какой-то дискомфорт испытываю сейчас, пока выполняю это упражнение? Мне как-то вот… Дискомфорт где? Ну, вот в этом пальце. Это о чём говорит? Перенапрягается рука, возможно. То есть, все упражнения не нужно делать с напряжением прям кисти. Ну, потому что я же стараюсь, я же хочу делать хорошо. Вот это как раз-таки делать не нужно. А мне нравятся эти упражнения, что их можно делать прямо глядя телевизор. Вот смотрите телеканал «Доктор», и одновременно можно даже не вставая с дивана делать спорт. Да, да. И это будет полезно для кисти. Некоторые ещё, кстати, считают, что вот кето-диета может быть полезна при ревматоидном артрите. Правда это или нет? Или наоборот вред. На данный момент нет отдельного питания для ревматоидного артрита, которое бы доказало свою эффективность и влияло бы на воспалительный процесс. Поэтому, конечно, пациентам в первую очередь, я всегда говорю, не мучайте себя, не ищите эти диеты. И что подтверждают и мои коллеги-диетологи, и те исследования, которые проходят по питанию, что монодиеты в целом неэффективны, и также неэффективны интервальное голодание, о котором сейчас много говорят. Страшно то, что несколько лет назад мой американский коллега спросил меня, правда ли, что в России есть деревня, где лечат ревматоидный артрит голоданием. Это вопрос моего американского коллеги. Нет такого, не существует. И что самое страшное, для энергии нужна еда, и для боли, и для воспаления нужна энергия. И эти пациенты попадают в замкнутый круг, когда они перестают вообще есть. А давайте сформулируем 5 советов тем, кто находится на начальном этапе заболевания. Что обязательно нужно делать? Каждый пациент, у которого есть скованность и припухость суставов, должен обратиться к ревматологу. Как только установлен диагноз ревматоидного артрита и найден лечащий врач-ревматолог, полученные рекомендации, мы рекомендуем сразу же обратиться и к кистевому реабилитологу, к специалисту, который занимается патологией кисти. До 70% пациентов с ревматоидным артритом разовьют те или иные деформации. Мы делаем гимнастику, обращаемся к врачу. Общаться с другими пациентами, у которых есть такое заболевание, полезно? Либо наоборот, не стоит интернет читать, вот эти рассказы слушать, потому что у всех своя история. Конечно, это полезно. Существуют различные школы ревматоидного артрита, где пациенты, у которых уже несколько лет есть это заболевание, общаются с пациентами, которые только обнаружили это заболевание. При начале деформации использовать артезы. Что это такое, с чем это едят, как использовать, кто должен назначить и что они из себя представляют? Артез – это специальный фиксатор для кисти, который используется для профилактики деформации, особенно если это у нас начальный этап, или уже для коррекции деформации, насколько это возможно. То есть это может быть артез для отдыха, как мы видим сейчас. В данном случае пациент после оперативного лечения, поэтому наша задача была именно, чтобы рука отдыхала и было отведение первого пальца. Есть артезы, которые предупреждают деформацию, ульнарную девиацию. Они выглядят немножко иначе. Они могут быть мягкими и жесткими. Но эти конструкции носятся на регулярной основе, да? Нет. Есть артезы, которые используются только в ночной период времени. Есть артезы, которые используются в течение дня. Вообще, если мы говорим про артезы, то выполняет их кистевой реабилитолог. Он смотрит на кисть, учитывает рекомендации ревматолога, потому что может быть разное состояние у пациента, опять-таки разный этап лечения. И от этого формирует программу реабилитации. У меня ещё один вопрос возник про гормоны, потому что раньше же достаточно часто их назначали в случае подобного заболевания. Как дела обстоят на сегодняшний день? Мы стараемся не использовать гормональные препараты в терапии. Есть базисная терапия, основная. Сейчас есть высокотехнологичные препараты, которые являются следующей ступенью терапии после базисной. Это генноинженерные биологические препараты. Их много типов. Пациенты, которые только знакомятся со своим заболеванием, иногда боятся, что это последняя инстанция. Если мне не подойдёт этот препарат, что дальше? Не нужно пугаться. У нас достаточно большой арсенал этих препаратов с различными механизмами действия. Спасибо большое, что нашли время и приехали к нам в студию. Продолжение следует...